доброго времени суток с вами Данил Добро и сегодня я вам расскажу про то как перепрошивал я magic book электронную книгу и pocketbook планшет прошивки я брал с сайта 4pda я набрал свою модель и нашел зашел на этот сайт после чего я вышел на сайт официального в общем официальный сайт этого планшета pocketbook сначала начнем с него и спустился пониже выбрал модель pocketbook super fpad и выбрал прошивку 12 не скачал ее весело прошивка меньше 300 мегабайт дальше тут уже идет про то как я нашел прошивку для magic book причем я стал не оригинальную прошивку после того как я загрузил эту прошивку на свой планшет с помощью usb кабелем я перешел к установке вот версия android которая была изначально вот модель где можно посмотреть функцию планшете вот модель и в пункте обновления системы можно обновить систему на просто проверить наличие новой прошивки ли потом обновить систему в зависимости от вашего android вашего девайса может немножко все отличаться выбираем пункт сети карта там выбираем нашу модель после чего происходит выключение и обновление android планшет выключается появляется вот такой вот android который обновляется из какое-то время примерно прошивкой занимает минут 15 так как она очень маленькая всего лишь 300 мегабайт даже 200 с чем-то там покетбук и на этом у меня все встало после чего я зашел в меню recovery вот recovery и выбрал пункт upgrade from x xp store store storage как-то так это пункт обновление системы через сиди карту и память телефон но обычно через сиди карту так лучше выбираем вот она обновление я его выбираю и ставлю после этого еще раз перезагружаю и опять ничего не получается после этого я захожу опять меню recovery расскажу как это потом делается чтобы выбрать нужный пункт нужно использовать кнопки включение вниз вверх звук переключать то есть плюс минус а кнопка включения выключения используется для выбора пункта после этого я почистил кэш то есть память устройства и вот чистка кэша потом почистил данные там надо было выбрать из нескольких нет 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 из после чего снова установил прошивку повторно вот он стал среди карты стал это установить потом перезапустил систему первый пункт после чего все запустилось и принимаю лицензию 2010 года планшет очень старый и прошивка такая же старая и планшет запустился всякие будьте как дома и вот о планшете модель версия android после чего я зашел в обновление системы и убрал галочку с авто обновления удалил кучу приложений также нам понадобится пункт разработчика вот кстати про кнопки чтобы войти в меню recovery нужно зажимать кнопку включения и кнопку уменьшения звука либо увеличения точно не знаю в зависит от модели может сработать либо эта кнопка либо это в данном случае нужно было зажимать эти кнопки одновременно плюс и минус на зажали отпустили сразу то есть на меньше чем секунду зажимать на при включении устройства уже после того как появился первый значок андроида уже во время прям загрузки не знаю почему по-моему иногда включается сразу режим recovery так что с первого раза может не получиться это нормально я по-моему три раза перезагружал планшет чтобы войти в меню recovery после этого я еще сделал тест на производительность после чего планшет завис как он очень старый и тест производительность показал в три раза нет он почти в 10 раз меньше чем мой телефон который 8 единый тут всего одно ядро кстати поэтому планшет очень слабый и для даже для того чтобы сидеть в интернете он не подходит поэтому я его и решил понизить ему версию андроида чтобы он лучше работал так как все равно у него мощности не хватает вот и поставил самый легкий браузер via куча настольных игр и не совсем настольных игра go если кто не знает шахматы шашки головоломки тоже текстовая игра главное что на android 404 очень трудно найти приложение так как их приходится искать все вручную так как тут нет google play маркета по умолчанию в этой прошивке наверно с google play маркетом было бы чуть попроще потому что она автоматически подбирает нужное приложение была там прошивка и с google play маркетом но я не стал ее ставить по той причине так как планшета так очень слабый и google play маркет google сервиса не тянут за собой регистрацию аккаунт и так далее а мне это было совершенно не нужно в этом планшете в общем долго я искал эти приложения но все таки установил и что если у вас нет меню для разработчика надо нажать на версию на модель устройства несколько раз где-то около 10 после чего появится пункт для разработчика заходим в него и чего это нужно для оптимизации здесь мы выбираем пункт эффекты выключаем всю анимацию вот я отключил анимацию ускорить работу гпу да для 2d приложений тоже ускорил можно еще поставить не сохранить действия зачем они нам сохранять память царей димит фонов процентов поменьше поставить не больного процесса и все также кстати зашел в пункт аккаунты и их выключил на всякий случай так как аккаунты я сюда вбивать не собирался и вот сколько тут всего оперативной памяти по 156 мегабайт свободно если точно из 354 вот я проверил одну из игр все работает вот и теперь переходим к электронной книге магик бук опять-таки зашел на сайт forpda и тут аналог модели QL6LHT то есть как раз моя электронная книга это было энергии и бург про хайди вот эту вот я модель выбрал я сравнил заранее характеристики данных моделей убедился что они абсолютно одинаковые по характеристикам по процессору по оперативной памяти что сайт выбрал добродоллар вот видите сколько весит примерно столько же весила и у планшета прошивка и скачал эту прошивку после чего я ее начал устанавливать изначально меню книги выглядело примерно так я его не сфотографировал но примерно выглядело все вот так android 4.2.2 прошивку я также закинул на книгу на cd-карту после чего прошивка была автоматически найдена книгой но только после того как я ее переименовал в апдейт после этого книга сама нашла эту прошивку и предложила обновиться после перезагрузки устройства ничего не произошло еще раз надо выключить было книгу и она фанатически начала при повторном включении устанавливать прошивку вот установилась прошивка где-то по моему тоже за минут 20 примерно я не считал точно вы считаете тут куча всяких нужно пунктов включить после этого все загрузилось вот как видите изменилась менюшка я вам и на том скриншоте показывал вот такие настроечки как мы видим все не на русском языке но с помощью вот этого вот видите тут а выбрал пункт то есть язык я не знаю какой тут язык оставил изначально по моему испанский какой-то вот выбираем язык и тут уже выбираем русский думаю это все понятно после этого все русифицировалось и я зашел в настройки и решил почистить то есть восстановление и сброс выбрал пункт настройках чтобы все почистить все данные после этого опять все перезагрузилась загорелся значок этой книги выбираем опять снова язык русский время дата вай фай и все после этого книга загрузилась так вот все выглядит после перепрошивки все стало так вот выглядеть эта прошивка понравилась больше по дизайну и по функционалу поменялась даже название модели про хайди версия android 422 такая же как и было и в общем то все потом не установил приложение например есть проводник сначала не пошел на от просто прошивки на эту уже заработал все в общем стало работать лучше хотя книга не перестала полностью лагать но стала лагать как мне показалось меньше также я пробовал провести эксперимент и установить линукс на сети карту и запустить его на android tv приставки но к сожалению мне это не удалось так как на моей приставке отсутствовала кнопка power или reset и также установка специального специальной программы точнее не программы а через рекавери установка прошивки специально чтобы запускаться запускать две персоны системы мне тоже не помогла к сожалению почему-то что-то не пошло совсем не так как я хотел муж конечно еще раз попробовать что не с этой приставкой сделать так как она достаточно мощная но из того что на ней android использовать всю эту мощь очень трудно сожалению даже браузер на этой приставке идет не очень хорошо что очень даже странно возможно она плохо оптимизирована и еще что-то в этом роде вот так выглядит моя приставочка на андроиде mxq вот название модели tvbox я попробовал прошивку установить сначала с линукса почему-то это не удалось мне сделать потом установил уже прошивку с windows который захотел обновиться ему это по-моему не удалось потом я установил приложение на приставку тв манаги чтобы зайти меню ребут и там выбрал пункт опять-таки выбрал эту прошивку вот авто скрипт зип позволяющую что-то там сделать чтобы запустился линукс на приставке зашел в меню рекавери ну даже через меню рекавери мне не удалось ничего сделать возможно но нужно пробовать именно через подключение к компьютеру ну я этим не стал пока заниматься вот через руфас все делаю все прошивки ставятся почему-то на линуксе аналога я не нашел эти программы который был бы прям полноценный аналог к сожалению все версии которую я нашел на линуксе не работают так как не нужно или с такими айсинг файлами работают не корректно ну по крайней мере мне так показалось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки возможно скоро я буду перепрошивать свой собственный смартфон который на седьмом андроиде при этом 8 ядер процессоре 6 гигов оперативной памяти смартфон называется doggy s60 вот его я хочу попробовать перепрошить я уже нашел перепрошивки мне осталось просто попробовать поставить даже же телефон почистил так как в данном случае мне приходилось все ставить просто на cd-карту устанавливать а тут придется полностью перепрошивать через компьютер это уже немножко труднее это еще более рискованно так как случае неудачи смартфон придется заново перепрошивать и надеюсь что все пройдет удачно противом случае я просто потеряли смартфон и не смогу его восстановить но надеюсь что даже в таких случаях все-таки есть шанс какой-то восстановить если ничего не сгорело при этом по понятной если физически устройство целое спасибо за просмотр до встречи в следующих видео